МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие сутки на территории городского округа Красногорск чрезвычайных ситуаций и ДТП с пострадавшими не зарегистрировано. Напоминаю, до 24 марта в связи с промывкой и хлорированием резервуаров на ВЗУ номер 11 в районе стадиона Зоркий вода будет подаваться с остаточным запахом хлора. По 31 марта в связи с промывкой и хлорированием резервуара на ВЗУ 11 в районе улицы Новонекольская вода будет подаваться с остаточным запахом хлора. Возможно, кратковременное отключение воды. В связи с выполнением ремонтных работ на сетях водопровода по улице Островского, дом 19, до 16 часов будет отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Апалиха, улица Транспортная, Горького, Чернышевского, детском садике номер 40. Цистерна с питьевой водой будет предоставлена. Обращение в систему 112 за сутки 526. Из них пожарная служба 4, скорая медицинская помощь 93, полиция 49, газовая служба 3, прочие 377. Отдельно хочется обратиться к управляющим компаниям на то, что участили в случае свободного доступа подростков в чердачные помещения и на крыше домов. В связи с этим необходимо проверить и убедиться в том, что двери, калитки, ниши закрыты, исключают возможность проникновения на вышестоящие объекты. Оперативный прогноз погоды на сегодня от Центрального управления МЧС России по Московской области. Облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха 3,6 градусов, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. В преддверии Дня работника культуры в Малом зале ДК Подмосковья прошло торжественное собрание. Отметить свой профессиональный праздник собрались сотрудники учреждений культуры и искусства, представители лучших творческих коллективов, преподаватели школ искусств, работники библиотек и музеев. Впервые в этом году областная профсоюзная организация награждала лучших сотрудников за верность профессии. Краснокорбская удивительная культурная активность. Я вот такого не встречал. И вот на многих мероприятиях, на которых мы вместе с вами были, я всегда замечал, вы знаете, высокий, высочайший профессионализм актеров, исполнителей. И при этом какой-то, знаете, такой задор, такая искра, не знаю, но присущая Красногорску в целом. Поэтому я хотел сказать, что вы действительно очень, важная отрасль в нашей жизни, если можно так сказать. От вас зависит настроение, вообще в целом настроении, от вас зависит настроение в городе. Если вы есть, если вы душой отдаетесь и делаете какие-то подарки городу, то и в городе спокойно. И от вас зависит настроение и в коллективах, и, конечно, от вас зависит настроение в наших семьях. Поэтому я, в свою очередь, тоже хотел пожелать здоровья, благополучия, счастья в ваших семьях. 31 марта завершается первый этап формирования общественной палаты городского округа Красногорск третьего созыва. В рядах активистов ждут жителей, достигших 18-летнего возраста, несудимых и проживающих в Подмосковье. Также из требований активная гражданская позиция и желание менять жизнь своего родного уголка к лучшему. Роль общественной палаты – это как раз институт взаимодействия между жителями и органами власти. И действительно, у нас уже сложился большой опыт. Мы проводили столько дискуссий, столько площадок. А потом общественная палата – это хорошая площадка для перспективных молодых людей с активной гражданской позицией. Общественная палата – это как раз создает ту коммуникацию между жителями и органами власти, когда мы можем выразить, довести мнение жителей до органов власти и создаем обратную связь уже от органов власти к жителям. Заявления от желающих пополнить ряды активистов принимают сразу в двух пунктах. Один из них находится в молодежном центре. Кандидат может быть самоводвиженцем или представлять общественную организацию или инициативную группу. Полный пакет документов, необходимых для регистрации, находится в открытом доступе в интернете, в том числе на сайте администрации. Для кандидата самоводвиженца необходимы документы – это заявление, анкета, копия паспорта, две фотографии, три на четыре цветных, одна-две рекомендации от авторитетных жителей Красногорского муниципалитета. И необходимо приложить к этим рекомендациям краткую информацию о самом рекомендателе. В апреле пройдет публичное обсуждение кандидатов, а уже в июне должно состояться первое заседание Палаты нового созыва. Начальник областного Госадомтехнадзора Татьяна Витушева рассказала о состоянии детской игровой инфраструктуры на территории области. Свой доклад она представила в рамках часа правительства в Московской областной думе. По словам начальника надзорного ведомства, в 2016 году администрациями муниципалитетов по предписаниям Госадомтехнадзора было принято на баланс 1170 бесхозных площадок и демонтировано более 500 опасных детских городков. Мне хотелось, чтобы вот этим отдельным блоком за три года работы мы подвели какой-то итог. Поэтому я очень подробно остановилась на ситуации, что вообще было, какой был низкий старт и что нам удалось сделать за три прошедших года. Это очень важно, потому что сейчас мы можем реально прикоснуться к результату. Мы можем сказать о том, что у нас данная тема, особенно в крупных городах, она вообще где-то полностью уже и реализована. В прошлом году по детским площадкам было проведено более 10 тысяч инспекторских рейдов. По результатам проверок возбуждено более 2,5 тысяч дел об административных правонарушениях. И в этом году работа продолжена. При этом, по словам Витушевой, особое внимание стоит уделять не только выявлению устаревших и опасных для детей игровых городков. Важно, чтобы вновь построенные площадки эксплуатировались должным образом. С каждым сезоном, с каждым временем года, с каждым годом все-таки эта детская площадка не молодеет, она где-то изнашивается, поэтому эта безопасность, она выходит у нас на первый уровень. И у нас стояло две задачи. То есть первое – навести порядок вообще со всеми устаревшими детскими площадками, хотя бы взять их на контроль и учет, следить за ними, постепенно меняя, потому что одновременно это сделать было нельзя. Ну и, соответственно, уже настраивать сразу правильную, грамотную работу, используя все новые стандарты и правила по безопасности, и следить за вновь построенными детскими площадками. Комплексное благоустройство дворов в Красногорске продолжается. У второго и третьего домов по улице Речная совсем скоро появятся новые детские и спортивные площадки. На данный момент рабочие готовят основание под резиновое покрытие. После окончания подготовительных работ специалисты приступят к обустройству площадок. Там будут спортивные снаряды, шведская стенка, разноуровни турник. Так, и еще, не помню уже сейчас, что там будет. Значит, здесь большой комплекс такой, игровой. Там качели будут, самолетики и так далее, там песочница. Вот там вторая очередь, вторая площадка будет. Там тоже набор детской площадки и спортивная. Здесь будет взрослая, а там детская. Приборы учета тепла, они должны стоять не в квартирах, а около каждого в каждом доме. И на самих котельных у нас тоже должны стоять приборы учета для составления общей картины теплового баланса. Но чтобы мы понимали, сколько мы тепловой энергии производим, сколько управляющие компании потребляют. Но на основании этого, соответственно, выставляются счета за произведенную тепловую энергию. Таким образом, как бы, происходит вся работа между управляющими компаниями. По, ну, так скажем, по оприбориванию живого фонда, но ситуация в городском округе, ну, на самом деле, как бы, ну, средняя. Потому что оприборено порядка, там, 100-150 домов из общего фонда, порядка 850 домов. Но, соответственно, как бы, этой программой мы тоже занимаемся и надеемся, что за время подготовки к осенне-зимнему периоду мы сможем, в общем-то, привлечь также стратегического инвестора по программе энергоэффективности и обеспечить оставшийся живый фонд приборами учета. Но, таким образом, будет уже полная и корректная картина по начислению за тепловую энергию. В соответствии с законом об энергоэффективности, положением об энергоэффективности, инвестор, ну, это может быть, также быть и производитель данных приборов учета, он ставит их сам и, соответственно, в дальнейшем все его затраты учитываются в тех платежках, которые получает житель. Но, таким образом, житель уже понимает, что он платит именно за ту тепловую энергию, да, которую он реально потребил. А не ту тепловую энергию, которая может быть, условно, включена ему в счет управляющей компании, но потрачена управляющей компанией, там, на очень домовые нужды, или на прочих потребителей, в том числе и коммерческих, которые арендуют коммерческие площади в их живом фонде. Красногорское управление социальной защиты населения осуществляет прием заявлений на предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря для детей от 7 до 15 лет из малоимущих семей на период школьных каникул. Путевки предоставляются бесплатно. Жители городского округа Красногорск за консультацией могут обращаться по адресу Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 8, кабинет 14. Гражданин Красногорского района приходит в Красногорский центр занятости с комплектом документов, определенным законом о занятости. Это паспорт, трудовая, пенсионное страховое свидетельство, документы об образовании и справка о средней заработной плате с последнего места работы. Это для того, чтобы уже впоследствии, если на 11 день служба занятости не смогла подобрать никаких вариантов подходящей работы, то при наличии всех этих документов центр занятости издает приказ о присвоении статуса безработного гражданину с назначением и выплатой пособия. Если человек просто хочет посмотреть какие-то варианты подходящей работы без признания его безработным, допустим, он на данный момент работает, но хочет сменить профессию, он приходит просто с паспортом, если он занят, или с паспортом и трудовой книжкой для того, чтобы посмотреть варианты подходящей работы. Продолжение следует... Продолжение следует... История детского городка Сказочный началась в 30-х годах прошлого века. В Губайлово на пяти гектарах земли в Сосновом Бару была обустроена зона отдыха с площадками для игр и помещениями для летнего пионерлагеря. В 1936 году детский городок принял первых посетителей. Строили и оборудовали его работники завода номер 69 имени Ленина, который впоследствии назвали КМЗ. В 1940 году Сказочный реконструировали и присвоили статус пионерского городского лагеря. В этом месте часто звучала живая музыка духового оркестра или гремел салют. Устраивались футбольные матчи. С начала 90-х почти 10 лет Сказочный находился в упадке. Накануне 2000-х обновленный он вновь распахнул двери. Год от года городок Хорошел появились новые аттракционы и благоустроенная прогулочная зона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова